Мир вам и Божье благословение! Древнее откровение и предание церкви говорит о том, что в той церкви, где есть мученическое свидетельство о Христе, свидетельство о Боге, является церковью живой, и Дух Святый живет в этой церкви. 20-е столетие принесло массовое мученичество от безбожной власти. Наша цель – открыть мученические свидетельства о Христе все, сколько их было и сколько возможно. Уже то, что сделано, открыто сотни и тысячи имен. Целые территории, как Бутово. Или у нас в Костноярске, в таежных местах захоронения и местомученичества священников. И в каждом регионе, от севера до Кавказа, от Балтийского до Черного моря до Тихого океана и Ледовитого. Это свидетельство укрепляет сердца нынешних верующих. С нами Господь, с нами Дух Созидания и духовных новаций. Поэтому и праздник – собор новомучеников русских, которые объединяют собой все мученические начала Русской Православной Церкви. И храм новомучеников у нас есть на берегу Енисея. Это праздник со слезами на глазах. Это память без мести и призыва к мести. Но призыв к справедливости, правде. И это праздник торжества Божьей правды. Дивен Бог во святых своих. Бог – правды, мира и любви. Разве по-христиански покупать жилье в ипотеку, обрекая себя на многолетние долги? Это по-светски. Это по-житейски. И когда человек становится на путь займа, или просто, скажем, берет на себя обязательство нести Ермо, Кабалу долго, конечно, определенное самонапряжение. Господь Христос не выразил к этому ничего. Он только соблажен, кто дает. Это лучше, чем берет. Однако, понимая современность и зная о свободе человека, Церковь не препятствует этому явлению. Самое дорогое сегодня приобретение человека – это крыша над головой. Это работа, несущая кусок хлеба. Это определенный достаток в семье. Это возможность рождать детей. Но всегда нужно соразмеривать свои возможности со своими желаниями. Это большая опасность погибели тела, но не души. Верующий будет молиться, уповать. Почему тело? Потому что за долг надо отвечать. И когда вдруг срывается возможность платить ипотеки или кредиты, то наступает опаснейшее время и для души. Ведь немало случаев самоубийства по этому поводу. Будьте внимательны. Бог не запрещает. И христианин может, и неверующий, и любой человек любой религиозной культуры. Имейте возможность. Но лучше жить без долгов. Взрослые дети не спешат порадовать внуками. Как не переживать и за них, и за себя? Мы все переживаем, что у нас мало рождается малышей. И что это, конечно, печальное явление, что нынешние молодые семьи, слава богу, они создаются, бывают и непрочные. И так увлечены теми же ипотеками, обретением жилья, потом каких-то светских раутов. И забывают, что года идут. И кто же им закроет глаза на старости лет? Но это дело, конечно, свободы. Поэтому что можно? Мы молимся о деторождении. Вот вы как мама, свекровь или теща, неважно, молитесь, Матери Божией, за ваших детей, за ваших молодых, уже семейных. Не настаивайте, не вступайте в споры, ничем не грозите, это все греховно. С любовью напоминайте, что вам хочется внуков. А нам, священникам, хочется крестин. И видеть деток в храмах, которые будут подрастать и занимать место вместо нас. Но это действительно всемирный вопрос огромной проблемы. Люди дешеветь стали душой. Больше стали эгоизма проявлять, себя любия, самолюбия. С этим надо считаться. И только молитва. И сила Божия подвинет разум и волю к рождению малышей. Молитесь, но не отчаивайтесь. А детей своих любите. Мир вам и Божье благословение. Дети действительно величайшее достояние. Но нужно всегда думать, какую судьбу мы им уготовим. Что за семья будет? Семья наркоманов, алкоголиков или добрых тружеников, интеллектов. И где они будут под опекой папы и мамы и бабушек. Сейчас это немаловажно. В том числе и крыша над головой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова